В Штатах теперь везде видят Бутину. Репортера Мелиссингер сегодня выложил фото из овального кабинета. Ныне подозреваемая в одной комнате с президентом США. Оказалось, не она. Впрочем, с Трампом Бутина виделась. Вот она на важном мероприятии задает вопрос еще к кандидату в президенты. Я из России. Мой вопрос... Хороший друг Обама, ваш Путин. Он очень любит Обаму. Продолжайте. Мой вопрос про международную политику. Если вы будете президентом, в чем будет особенность вашей внешней политики? В частности, по отношению к моей стране. В фрессии в соцсетях после задержания Бутина и просто посыпались косвенные доказательства ее связи с американскими консерваторами. Здесь подозреваемая с руководителями Национальной стрелковой ассоциации Джимом Портером и Уэйном Лемпиром. Тут с губернатором Висконсина Скоттом Уокером вспомнили статью в американском журнале National Interest, в которой Бутина видит много общего у республиканцев и единороссов. Основная база поддержки республиканцев состоит из консервативных элементов общества, бизнесменов и тех, кто выступает за агрессивный подход в борьбе с исламским терроризмом. Эти же ценности поддерживает нынешняя правящая партия Москвы и Единая Россия. У современной России больше тем для разговоров с американскими республиканцами, чем с американскими демократами. Мария Бутина – председатель Российской общественной организации «Право на оружие». В обвинении говорится, что она работает на высокопоставленного чиновника. Речь, скорее всего, идет о нынешнем члене правления ЦБ Александре Торшине. В феврале прошлого года Бутина и Торшин посетили молитвенный завтрак президента Трампа. Но глава «Право на оружие» Вячеслав Ванеев уверяет, в штатах Бутина только по учебе арестовали ее из-за хельсинского саммита опорочить Трампа. Мария Бутина стала отличным символом русской девушки, которая опасна и которой должен среднеамериканский обыватель бояться. И на таком фоне, я боюсь, что политики не рискнут делать жесты доброй воли на переговорном процессе с Путиным. Несколько лет назад Мария Бутина была частью московского гражданского общества и баллотировалась в общественную палату России. Это та площадка, которая при наличии опыта и знаний становится реальной площадкой для диалога между властью и обществом. Это то, за чем я сегодня прошу вас проголосовать за меня, чтобы я стала вашим кандидатом. Ее поддержали тогда многие оппозиционные активисты от Алексея Навального до Ильи Пономарева. О том, что Бутина пыталась наладить отношения с лидерами движений, рассказал всем полицейсовета Демвыбора Владимир Милов. В этом скандале оказался замешанный российский телеведущий Владимир Познер. В одном из писем Бутиной содержится фраза «Второй Познер». Спецагент ФБР Кевин Хейлсон уверен, это не шутка. Я считаю, что это утверждение относится к Владимиру Познеру, пропагандисту, который работал в управлении по дезинформации советского КГБ и часто появлялся на западных телеканалах, чтобы объяснять взгляды Советского Союза во времена Холодной войны. Впрочем, сам телеведущий говорит, что ни при чем. Он не знает, как его фамилия могла появиться в письме Бутиной. Но на спецслужбе, утверждает журналист, он не работал. Такие вещи комментировать даже смешно. Я действительно появлялся на экранах. Я действительно работал в нашей внешнеполитической пропаганде. В гостеле радио СССР на инновещании. Но я был невыездным почти 30 лет. Если бы я работал в КГБ, я бы, наверное, все-таки ездил по миру. В деле могут быть и другие фигуранты. В ноябре прошлого года сенатор-демократ Диан Файнстайн затребовала ряд документов у советников Дональда Трампа. В запросах фигурирует республиканский активист, член команды Трампа Пол Эриксон, который мог встречаться с Бутиной и Торшиным в Москве. После чего, кстати, Мария Бутина и уехала в США. Роман Перл, RTVI.